В эфире телеканал ОТС программа «Экстренный вызов». У нас есть ограничения по возрасту. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Андрей Баев. Здравствуйте. Услышали, когда рама упала. Рама такая, от мух. А ребенка-то и не слышали. Выжил чудом. В Новосибирске маленький ребенок очередной раз выпал из окна. Я понятой. Кто я видел? Кто я видел? Ты видел? Ворошиловский стрелок. В Ленинском районе Новосибирска задержан неадекватный мужчина с боевым пистолетом ТТ 1939 года выпуска. По данным следствия, в 2013 году злоумышленник предоставлял малоимущим гражданам по договорам займа денежные средства в долг. Черный риэлтор и адвокат одновременно. Очередной мошенник был задержан в мегаполисе. Огненная стихия вновь затронула частный сектор. И вновь трагедия. В Октябрьском районе Новосибирска пожар в индивидуальном жилом доме унес жизнь пожилой женщины. Беда на улицу Черемховскую пришла сегодня в районе 11 утра. Из теней третьего дома неожиданно повалил дым. А вскоре появились и языки пламени. Первыми тревогу забили соседи. Просто я вышла в огород, пошла и увидела дым. Там стенки горели у соседей. Я бегом догмываю обратно, мужа сказала. Ну и естественно хватило за документы, за все. Муж побежал, тут выбежал, посмотрели. Давай вызывать. Жильцы близлежащих домов знали, что внутри горящего строения осталась 90-летняя женщина. Однако помочь пенсионерке ничем не могли. Жар от пламени не давал людям даже приблизиться к объятому огнем зданию. Пожарные прибыли на место через несколько минут. Однако спасти бабушку шансов уже не было. По приезду пожарного подразделения установлено, что горит кровля дома на всей площади. При проверке дома на наличие людей в 11 часов 23 минуты в одной из комнат был обнаружен обгоревший труп женщины. В результате пожара огнем повреждены надворные постройки и индивидуальный жилой дом. Обстоятельства пожара и площадь пожара уточняются. Стоит отметить, что огнеборцам удалось предотвратить распространение пожара на соседние домовладения. К окончанию тушения на место ЧП приехали родственники погибшей. Престарелая женщина проживала вместе с внучкой и правнуками, которых в момент возгорания не было дома. Сейчас специалисты выясняют причину пожара. По одной из версий он мог возникнуть из-за неисправной проводки. Впрочем, пока это не более чем предположение. Леонид Лишенко, Алексей Погодин. Экстренный вызов. А вот в другом пожаре успели вовремя. Огнеборцы оперативно отреагировали на сообщения о возгорании и сумели в кратчайшие сроки потушить пожар на складе в Бердске. Инцидент произошел практически в самом центре города. Примерно в полдень очевидцы сообщили о том, что из производственного помещения расположено за железным забором по улице Линейной валит густой черный дым. Очаг возгорания оказался на складе предприятия по производству пластиковых бутылок. Через считанные минуты на место прибыли расчеты МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать серьезных последствий. Пожарные подразделения города Бердска выехали на ликвидацию пожара в производственном здании на улице Линейной. В результате пожара огнем повреждена пластиковая тара и деревянные поддоны на площади 8 квадратных метров. При этом пожаре никто не погиб, никто не пострадал. Причины пожара на настоящий момент устанавливают дознаватели города Бердск. Одной из основных версий пожара специалисты считают непотушенную сигарету, от которой и загорелся деревянный поддон. Ненадолго уснула и едва не лишилась сына. Маленький ребенок выпал из окна седьмого этажа в Ленинском районе Новосибирска. Трагедия едва не произошла на выходных в доме номер 41 на улице Котовского. На клумбу возле дома из окна выпал двухлетний малыш. Очевидцами происшествия стали жители многоэтажки. В теплый субботний вечер во дворе оказались пожилые соседки. Услышали, когда рама упала, рама такая от мух. А ребенка-то и не слышали, а потом женщина тут шла, он заплакал. Ну и вызвали тут скорую и милицию. Он упал вот туда, как раз в мои окна, вот здесь вот так, на куст этих цветов, пионов. Ну, а потом мы тут перед этим попололи, да поррыли. Скорее всего, именно ухоженная клумба спасла двухлетнему Мише жизнь. Подоспевшие медики немедленно доставили ребенка в больницу. К счастью, оказалось, что травмы мальчика не опасны для жизни. Следователи комитета начали проверку обстоятельств произошедшего. Двухлетний мальчик находился в квартире с одним из родителей. В какой-то момент он был оставлен без присмотра, залез на подоконник, облокотился на москитную решетку и упал вниз на землю. Соседи положительно отзываются о семье пострадавшего малыша. По свидетельствам очевидцев, в роковой день отец ребенка был на работе, бабушка на даче, а молодая мама, по-видимому, просто устала. У двухлетнего Миши есть сестренка-близняшка. Стоит добавить, мальчик уже третий ребенок в области, который выпал из окна в этом году. Правоохранители напоминают, мебель в жилых комнатах стоит расставлять таким образом, чтобы дети не смогли добраться до подоконника, а ручки окон оснащать замками. Невнимание к таким мелочам может привести к трагедии. Анна Скок-Тарас-Тарасов, экстренный вызов. Обманным путем отбирал квартиры у малообеспеченных горожан. Адвокат-аферист был задержан в Новосибирске. Уголовное дело уже возбуждено. Новосибирский адвокат оказался за решеткой по обвинению в циничном мошенничестве. Сергея Пищука обвинили сразу в двух эпизодах хищения чужого жилья путем обмана. Свои юридические познания фигурант направил не на защиту интересов граждан, а в противоположную сторону. Предполагаемым мошенником занялись следователи комитета, а также оперативники ФСБ и полицейские. По данным следствия, в 2013 году злоумышленник предоставлял малоимущим гражданам по договорам займа денежные средства в долг. Впоследствии убеждал потерпевших в том, чтобы они передавали ему по нотариальной доверенности право распоряжаться принадлежащими им квартирами. Далее он обращался в управление Росреестра и переоформлял на свое имя право собственности на имущество потерпевших. Как установили следователи, хитроумный законник дожидался, пока его заемщики просрочат несколько выплат, и затем отбирал их единственное жилье. Внешние сделки были абсолютно законны. Гражданские процессы его оппонент неизменно проигрывали. Сейчас правоохранители проверяют, кто еще пострадал от деятельности Сергея Пищука. По некоторой информации, счет потерпевших идет на десятки. Некоторые из них, лишившись жилья, покончили с собой. Так что, возможно, в скором времени список обвинений, предъявленных фигуранту, пополнится новыми эпизодами. Вооружен и неадекватен. В Ленинском районе столицы региона полицейские обезвредили мужчину, который разгуливал по улицам с раритетным пистолетом в руках. Я понятой. Кто видел? Кто видел? Ты видел? Что видел? Бурно провел выходные молодой новосибирец. Мужчина, по-видимому, в состоянии алкогольного опьянения, гулял по улице Станиславского, размахивая предметом, похожим на пистолет. Обеспокоенные жители Ленинского района обратились к ближайшему экипажу ДПС. Дорожные полицейские остановили вооруженного человека и изъяли ствол. По предварительной информации, пистолет ТТ-39 года выпуска, переделанный под стрельбу холостыми патронами. Обладателя раритетного оружия доставили в отдел полиции. Сейчас его проверяют на причастность к грабежам и разбойным нападениям, совершенным в последнее время. Город. Гранд Авто. Родное такси для родных сибиряков. Звони 355-1010.